Всем привет! Доброе утро! Сегодня я хочу поговорить про рисование с детьми, про детское рисование, про процесс и результат. И сразу скажу, что я не хочу противопоставлять процесс, результату, что что-то из этого важнее. Я хочу как раз проговорить, что можно упустить в процессе, не заметить, в погоне за одним из результатов, который самый очевидный. Но пока хочу рассказать такую историю своей профессиональной биографии. Когда я переехала в Санкт-Петербург после получения диплома, я искала работу и оказалась на собеседовании в крупной сети детских центров, куда нужно было, в новое отделение нужно было найти педагога по творчеству, по рисованию. И вот я молодой специалист с красным дипломом на руках, где есть запятая педагог, и опытом работы в общеобразовательной школе, с опытом всяких мастер-классов и прочим, прихожу на собеседование, такая молодая девочка, и мне говорят о том, что родители платят немалые деньги для того, чтобы дети учились, это получается было 8 лет назад, в этом центре, и их нужно хвалить, их нельзя критиковать, тем более ругать. А картинки нужно дорисовывать для того, чтобы ребенок из класса вышел с красивой картинкой, и родители порадовались и поняли, что они не зря тратят свои деньги на то, чтобы ребенок туда ходил. На тот момент я не могу сказать, что у меня были какие-то убеждения на тему того, как должны проходить детские занятия, но я понимала, что ситуация нездоровая. Не потому что мне сложно было дорисовать картинку до какого-то товарного вида, а потому что я считала, что это ненормально, мне нравится детей учить все-таки, для того, чтобы после, когда он вышел из класса, он внес с собой именно какой-то новый прием, как минимум. То есть не только картинку, но и мог повторить ее дома, а не то, что я ему на занятии дала заготовочки, он их собрал, а дома он уже это сделать не может, потому что у него нет этих заготовок. То есть ребенок постарше он может вырезать сам, повторить с детьми 3-4-5 лет, такое не прокатывает, поэтому нужно именно давать какой-то навык, который можно повторить, пусть даже самый простой. К счастью, центр был далеко, мне было это прям совсем неудобно, не сложилось, и тот случай, когда я была прям очень рада, что я там не оказалась, я вела мастер-классы, через год у меня был авторский курс в студии, где мне не предъявили никаких требований, а родители знали, зачем они идут. Но тут как бы я понимаю, что студии часто, доп. образование поставлено в такие условия, особенно если они коммерческие, что родители платят за результат материальный, который можно повесить на стенку, показать в соцсетях, похвастаться родственникам, что, вот смотрите, ребенок нарисовал красивую картинку, и родителей можно понять, и об этом дальше. И студии поставлены в такие ситуации, когда они ставят, следовательно, преподавателей в то, что должно быть красиво. Но результат, он бывает разный. Сначала о процессе, потом уже перейдем логично к результату. Что такое процесс рисования? Во-первых, если мы говорим про общение с родителем или с другим взрослым во студии, это качественное общение с взрослым, когда есть диалог, и в результате этого диалога получается картинка изделия обучения. Я всегда относилась со своим сыном, сейчас ему 4,5 года, когда я начинала с ним рисовать, когда он еще был маленький, я понимала, что для меня, как для художника, это способ качественно пообщаться с сыном, что мне в этот момент тоже интересно, потому что строительство из кубиков мне, как взрослому человеку, не так интересно, как рисование. Это сложно было назвать занятиями, но это все равно полчаса, пообщаться с красками, ребенок получает удовольствие, я получаю удовольствие, он чему-то учится, это все очень здорово. Качественное общение с ребенком. То, о чем так много говорят сейчас детские психологи, педагоги, о том, что неважно, сколько ты с ребенком находишься, главное качество. И вот рисование для меня это прям отличный вариант. Но там тоже был один момент, но чуть позже. Дальше. Когда мы рисуем, неважно, лепим, клеим, мы изучаем предмет. Мы проговариваем части тела, чем отличается зебра от лошади, какие пятна у жирафа, как строятся дома, это новые слова, это увеличение словарного запаса, это можно использовать в изучении языка. То есть кажется, что ты сидишь и рисуешь, но на самом деле происходит увеличение словарного запаса. И это тоже важно. Работа с материалом, что один шуршит, другой хорошо смешивается, можно рисовать линием, можно рисовать пятном, что возможностей очень много. И это показывает ребенку, что даже если тебе не нравится рисовать цветными карандашами, окей, есть краски. Всегда есть какая-то альтернатива, и это тоже здорово, потому что это можно перенести на другой вид деятельности. Ребенок как только знакомится, особенно с красками, он замечает этапы. То есть водичка, кисточка, на бумажку, помыть, что нельзя их поменять местами, иначе не получится. Что нужно подождать, пока высохнет, для того, чтобы там нарисовать сверху карандашом, фломастером. Этапы, они очень хорошо прослеживаются даже маленькими детьми. И чем он старше, тем это становится, ну, чем-то само собой разумеющееся. Но в какой-то момент это все нужно отслеживать, и ребенок это все наблюдает. И именно взрослый должен объяснять ему, где нужно подождать, чтобы получилось то, что он хочет. Да, то есть важно, особенно в возрасте, когда вот ждать нужно учиться. Конечно, мы получаем удовольствие от рисования, именно от самого, даже процесса, неважно получится или нет, в момент мы получаем удовольствие. И еще такой очень важный, особенно сейчас, вот с тем, что происходит в мире, это способ отвлечься. Опять же, неважно, что в итоге получится, пока ребенок рисует, взрослый рисует, он отвлекается от того, что у него постоянно там в голове фонит. И я сняла несколько, 15 коротких уроков в начале карантина, самоизоляции. И то, что мне писали люди, это как раз про отвлечься. Потому что ты на полчасика посидишь, повырезаешь, склеил какую-то простую картинку, результат не важен. Главное, что человек полчаса посвятил тому, что ему нравится, и отвлекся от этих мыслей, от тревог, посидел, поклеил с детьми, дети отвлеклись. И тут результат, не картинка важна, а что человек отвлекся на полчаса, у него хоть немножко голова освободилась от этих мыслей. И это все процесс. То есть, сколько пунктов перечислено, шесть. А результат материальный, это картинка, красивая картинка, где все там как нужно, которая радует, и мы получаем, конечно, радость от результата, и у нас есть вот эта картинка. Дальше это ведет к, к примеру, участия в конкурсе, выставкам, возможно, победа на каком-то конкурсе, это тоже результат. Мы получаем мастерство, то есть оно растет, увеличивается. Это результат, вот именно связанный с изготовлением этой картинки. Что еще мы получаем, помимо картинки на стене? Это удовольствие именно от результата. Я доделал, галочка, я способен доделывать. Это умение, вот эти этапы все провести, там, к примеру, от эскиза до вставления в рамочку. Умение заканчивать работу, не бросать ее на полпути, это важно, то есть это не всегда получается, прямо скажем, это не всегда получается у профессиональных художников, это тоже, нужно этому учиться, детям тем более. Но вот что я всегда ставлю себе именно в задаче на первое место, это внимательность. Когда мы проговариваем в процессе, какое тело у животного, какие у него ушки, какой хвостик, где он живет, там и так далее, мы развиваем внимательность, чтобы когда ребенок после занятия, вообще отдельное, открыл книжку, он обратил внимание, как у гепарда, от леопарда, там пятнышки отличаются, для того, чтобы потом, возможно, использовать это в рисовании. Когда он идет по улице, он обращает внимание, что одно дерево отличается от другого, потому что на уроке рисования мы это проговаривали. И тут самое-то интересное, что неважно, будет ребенок заниматься рисованием или нет, главное, что он может перенести вот эту внимательность на что-то еще, вообще на какую-то другую деятельность, но получается, что первотолчком может послужить именно какой-то урок рисования. Вот в чем дело. Дальше. Какой еще результат мы получаем? Это опыт успеха. Я приложил усилия, я получил результат. Это можно перенести на другую сферу запросто. То есть вот эта вот этапность и умение повторять за педагогом, она переносится. То есть мне сказали, достаньте листочек, возьмите карандашик, сделайте раз, два, три, четыре, пять. За руку учитель провел через все этапы. Ребенок видит, хо, получилось. То есть, во-первых, вот этому взрослому можно верить, и у меня получается. Значит, если я буду повторять какие-то другие инструкции, у меня тоже получатся результаты. Это не только прорисование. Еще, это можно, конечно, и в процессе, в результате, работа в команде. Что есть вещи и проекты творческие, которые ты не можешь сделать один, это здорово делать в команде. И это очень хороший результат, когда ребенок понимает это. То есть не просто это случилось, а вот осознал, что в команде-то здорово работать, я молодец, но в команде-то мы вообще молодцы. И еще один результат, который важен. Есть много споров про вкус, врожденное, это приобретенное. Но я точно знаю, что насмотренность, она увеличивается. Чем больше мы видим прекрасного, чем больше мы это анализируем, впитываем в себя, тем наш вкус улучшает, наш насмотренность богаче. Это влияет на то, что мы делаем. Тут, конечно, можно про критику, но об этом чуть позже. Но в любом случае, чем больше рисунок, чем больше рисует ребенок, тем его рисунки качественно лучше и прекраснее. Это вот как раз картинка будет красивая, как вот это хочется. И теперь, смотрите, есть результат материальный, и это все прекрасно, и все эти конкурсы, и красивые картинки, но все, что про удовольствие, внимательность, успех, работу в команде и насмотренность, это все переносится за пределы рисования. То есть это все тоже результат хождения в изо-студию, но его легко перенести на другую деятельность. И это важно, потому что если гнаться только за красивой картинкой и выставками, можно пропустить важные моменты в процессе, которые можно тоже проговорить с ребенком, и другие результаты. К примеру, почему я говорю про это? Если картинка, к примеру, не получилась, если родитель видит, что, ну, как бы, не тянет он на конкурс, но при этом он стал внимательный, ему нравится работать в команде, у ребенка явно хороший вкус, он идет по улице и говорит, мама, посмотри, какое красивое дерево, этот результат достаточен для того, чтобы ходить на уроки рисования, но не участвовать в конкурсах. Вот зачем, собственно, именно проговаривать это все. И я хотела еще сказать про вау-эффекты. Почему не очень хорошо дорисовывать, это понятно, но у педагога, поставленного в такие условия в рукаве, есть вот как раз такие вау-эффекты, когда можно очень легко придать товарный вид любой детской картинки. И иногда это хорошо. К примеру, есть заготовки, есть ребенок, маленький, и важно его вот именно провести за руку через все этапы. Но если во время этого занятия проговаривается, что там лев, он живет в Африке, вот мы ему гриву приклеили, неважно, что гривы и лапы заготовлены заранее, в процессе занятия проговорили много важных вещей, ребенок что-то запомнил, и в принципе это все имеет место быть. Оно не совсем про рисование, оно точно не про творчество, но помимо красивой картинки получается довольно много полезного для ребенка. Но тут нужно понимать, что это не про творчество, это не про рисование, это немножко про другое, про информацию. Это тоже хорошо. Другое дело, когда это уже применяется не по возрасту, когда то же самое предлагается шестилетнему ребенку, который может сам эти заготовки вырезать, к примеру, сам нарисовать все части тела и глазки наклеить. То есть нужно применять это по возрасту, и взрослый все равно, ну, как сказать, родитель, который приводит ребенка на какие-то занятия, должен понимать, что ребенок извлекает из занятий. То есть понимать, что даже раскраска, возможно, это хорошо, если при этом ребенок отвлекается, получает удовольствие, тренирует руку и, к примеру, пробует новые цветовые сочетания. Оправдана раскраска? Да. Хотя их многие не любят, потому что якобы это не творчество, так это не про творчество, это про другие моменты, которые тоже могут пригодиться в рисовании. То есть все не так однозначно, и главное понимать, что и зачем мы делаем, в том числе приводим за руку ребенка в изо-студе. Вот. Мне написали вопросы, и они все как-то связаны с тем, что я говорила, и я сейчас буду так немножечко ссылаться. Вот. Вы можете написать мне свои вопросы, про детей лучше указывать возраст, ну, так хотя бы примерно, чтобы понимать, хотя я могу точно сказать, что там 4 года бывают очень разные. То есть кто-то только в начале пути, кто-то уже давно рисует. Потому что я помню свои детские работы, ну, то есть я их уже видела в взрослом возрасте, они по своим воспоминаниям, и это одно. И то, как рисует мой 4-летний сын, это вообще другое, при том, что он рисует, ну, в смысле, знаком с красками, с раннего возраста, то есть где-то с года, с красками, с карандашами, он был знаком. Но, ну, как бы это совсем по-разному. Я видела детей в коллективе, когда это 10-15 человек, и они все одного возраста, но это как бы прям большая разница. И видно, что кто-то рисует дома, кто-то дома не рисует. Но самое интересное, что через несколько занятий, то есть когда это месяца 2-3 регулярных занятий, все более-менее выравниваются. То есть если кто-то переживает, что ребенок не проявляет интерес, интереса к рисованию в каком-то возрасте, хороший педагог, хороший коллектив, и все подтягиваются, и все прекрасно. То есть неважно, в каком возрасте ребенок начнет, если ему нравится, и там хорошая обстановка, он может все запросто наверстать, если нужно. Так вот, как раз, прежде чем приступлю к вопросам, зачем рисовать? Проговорю, хотя вроде вещи очевидны, да? Мы получаем удовольствие, мы получаем навыки, которые можно использовать, да, какое-то мастерство, мы закрепляем опыт вот всех этих этапов, мы занимаемся самовыражением, да, то есть дети придумывают свои истории в том, что там рисуют, таким образом мы можем социализироваться, то есть если нравится рисовать, ты находишь коллектив по интересам, ты можешь показывать свои работы, получать признание, нам это все нравится, и с возрастом это все усиливается, вокруг появляются люди, которым это все нравится, то есть зачем мы рисуем? Так вот, тут был просто вопрос, что ребенок не рисует, и что с этим можно делать, к примеру, ну, волнует это родители, почему вот ребенка не рисуют. Первый момент, взрослый должен организовать пространство для рисования. Это материалы в доступе, чтобы вот захотел порисовать, достал с полки, порисовал, положил на полку. Чтобы не было получасовой подготовки к этому процессу, что захотел порисовать, пока стол освободил, пока что-то куда-то унес, принес, с верхней полки достал, порыв прошел, время потрачено, уже и рисовать не хочется. То есть, или что после этого нужно все там отмывать. То есть, организовать какой-то минимальный доступ к материалам гораздо проще. Материалы, которым вы доверяете, если ребенок помладше, чтобы не пришлось потом все стены отмывать, если для вас это травматично. Поэтому организация процесса, она все-таки лежит на взрослом. Чтобы в доступе были карандаши, чтобы они легко точились, а не вот эти вот засохшие маркеры, которые где-то там лежат, на верхней полке. Это раз. Могут быть перерывы, и это нормально. Если ребенок даже когда-то рисовал, потом перестал, это не значит, что все, теперь на ближайшие 10 лет надрисовать не будет. Он может отдохнуть от этого. К примеру, взрослые же не всегда читают книги. Если ты понимаешь, что сейчас в мою голову никакая литература не залезет, ну ты не читаешь. Это нормально. Мы можем, конечно, себя за это ругать, но не очень продуктивно. И есть еще такой момент, что про критику, про коллектив. Ребенок может увидеть, что он упирается в потолок своих возможностей. То есть он видит, что у других получается лучше. Он старается, но у него не получается, что у него нет прогресса. Это может заметить учитель, это может заметить родитель. И ребенку может быть сложно сформулировать, что я не хочу рисовать, потому что у меня не получается, как у других детей. Он может просто сказать, нет, я не хочу рисовать. Это сложно ему возразить, ну не хочешь, не рисуй. Но если поговорить, может вылезти, что это связано с самокритикой, либо с критикой со стороны взрослых. Но это чуть-чуть дальше. И есть, конечно, самый простой ответ, что ребенку незачем сейчас рисовать. К примеру, ребенок сходил в зоопарк, он может прийти и нарисовать тех животных, которых видел. А может это в красках рассказать всем, кого он встретит. То есть он свои эмоции перенесет не на бумагу, а словами. И, к примеру, ему хватает словарного запаса и слушателей для того, чтобы эти эмоции из себя выпустить. И это нормально. Ну то есть у него не возникло желания пойду рисовать жирафа. То есть у кого-то возникает, у кого-то нет. Или он может придумывать текст, если это уже... То есть писать истории. Кто-то рисует истории, кто-то пишет. Самовыражение. Социализация может происходить в другом месте. То есть если у него есть спортивная секция, ему не нужно искать таких же рисующих детей вокруг. Если у ребенок не нашел свой материал. К примеру, мне не нравятся сухие материалы. Никогда не могла им работать. Пыталась, пробовала, нет. Маркеры не нравятся. Бумаги подходящие. Нет, чтобы цветные карандаши себя хорошо раскрывали. То есть если ребенок не нашел свой материал, он не перепробовал какие-то варианты, вполне возможно, что ему не хочется рисовать. Такое желание у него просто не возникает. Есть дети, которые не любят гуашь, потому что это мокро, она долго сохнет, к примеру, еще не научился ей пользоваться. И поэтому с ней лишний раз связываться не хочется. Можно и карандашиком порисовать. А родитель хочет яркую работу, а ребенок хочет порисовать тем, чем ему удобно. Карандашом удобней. То есть как бы у всего есть свои причины, не всегда они страшны. Следующий вопрос. Хочется, чтобы ребенок рисовал нормально. Не каракули, а вот уже что-то более-менее конкретное. И тут я могу привести пример своего сына. То есть он знаком с материалами, мы с ним много рисовали, и в какой-то момент я не видела вообще результата. Вообще. То есть процесс прекрасный, я понимаю, зачем это, но отсутствие результата меня так немножечко отбивало мне желание тратить на это, к примеру, время. И тут происходит интересное. Многие родители замечают, что бывают скачки. То есть ребенок, к примеру, не рисует, не рисует, не рисует, а потом у него происходит качественный скачок. И так происходило неоднократно у меня с сыном именно вот в рисовании. Но в этом есть одна еще штука. Если ребенок не может провести линию из пункта А в пункт Б, то есть контроль руки не очень хороший, сложно ждать, что он нарисует человечка. Ну, в смысле, существо с руками, ногами, глазами. И получается, что он в себя впитывает части тела, что у людей есть уши, глазки, он все это знает. Родитель превращается вот на репите это все бу-бу-бу, глазки, ручки, ножки. В момент, когда он может контролировать свою руку, взять любой материал и изобразить то, что он знает, случается качественный скачок. То есть, если ребенок лет четырех, плюс-минус, не рисует кого-то конкретного, возможно, дело в владении рукой. Как только он заметит, что то, что он хочет, он может изобразить, туда хлынет весь смысл, который он знает. То есть, все истории, все сюжеты, все предметы, там появятся какие-то герои, то есть, оно все туда выльется. Но для этого нужно владеть рукой. Потому что, если рука все еще вот так вот колбасится, нарисовать что-то конкретное очень сложно. А ребенку сложно тратить на это много усилий. Ну, в смысле, вот прям упорно пытаться нарисовать, да, там, за раз, к примеру. Именно за раз. Понятно, что он это делает регулярно, по попытке именно. Вот. Поэтому при этом должен быть постоянно доступный художественный материал какой-то, какие-то карандаши, чтобы ребенок регулярно пытался нарисовать. И тут я хочу сказать спасибо детскому саду, потому что у них там есть как раз именно занятие с мелкой моторикой, когда нужно какие-то прописи, но это сложно назвать прописи, потому что это линии по прямой, зигзаги, волны, которые по пунктирчику, но это тренирует именно руку, а потом оно приводит к рисованию. Не наоборот. То есть, когда рисуют каракули, это все знакомство с материалом, что палочка может рисовать, что краска она на бумажке ярко смотрится, потом засыхает. Но про смысл, если, то сначала рука, возможности, потом уже какая-то конкретика и история. Прекрасный вопрос и отличная тема для разговора. Нужно ли показывать ребенку, как рисовать? первое, обеспечить материалами, обстановкой для этого, не ругать, что он там все перепачкал, тра-та-та, то есть, салфетки на готове и безопасная обстановка. Взрослый, только взрослый может ребенку, ну, или старший, ребенок, но тем не менее, кто-то старший, кто умеет пользоваться, показывает, что вот краска, как ей пользоваться, как поверх чем-то рисовать, сколько нужно краски, сколько нужно воды. Ребенок, конечно, может дойти до этого экспериментальным путем, если вы готовы к этим экспериментам, можете не показывать, но вообще, как бы взрослый выдает инструкцию, как этим пользоваться. И дальше момент. Для этого не нужно быть педагогом, для этого не нужно педагогическое образование или какая-то особая методичка. Смотрите, можно схему, как нарисовать кошку, проговорить, как рисуем треугольник, рисуем кружочек, рисуем палочки, тогда получилось кошечка. Получилась кошечка? Получилось. А можно говорить, а какое у кошки тело? Пусть будет треугольное. А какая у кошки голова? Пусть будет круглая. Сколько ушек у кошки? Ну и так далее. То есть, задавать какие-то наводящие вопросы, на которые ребенок уже может ответить. Или хотя бы, а где у кошки ушки? И маленький ребенок показывает, что на голове. И уже дальше там рисуем. Чтобы возникали вопросы, и у ребенка мог на них ответить. Тогда мы получаем схему. Ну, да, это схема. И я не вижу в этом ничего страшного. Но мы получаем схему, которая логически уже работает и для других животных. И для тигра, и для льва. А не просто порядок геометрических фигур, нарисованных в нужном месте. То есть, и то, и то схема. Но я вижу в нем, в этом всем огромную разницу. И именно, что из этого можно что-то превратить в что-то еще, в что-то более сложное. И этим занимаются взрослые. Даже не педагог. То есть, просто вместе с ребенком порассуждать, как это можно нарисовать. пересчитать там лапы, какой там хвост, обсудить это все. Открыть фотографию в телефоне, в конце концов. Взять какую-то книжку, где есть фотография. Я думаю, что это посильно. Взрослому, думающему, говорящему. Вот. Так что, я думаю, что я ответила на вопрос, нужно ли показывать, как рисовать. Ну, как бы да. То есть, это не убьет его творческий порыв на корню. Вы просто дадите инструменты для старта. Дальше сложный вопрос про контроль и про то, что дети не стараются. Почему дети могут не стараться? То есть, родитель взрослый видит, что ребенок делает картинку какую-то, ну, просто, чтобы вот сделать. Чтобы от него, возможно, отстали, чтобы вот, ну, как бы, сделать и пойти заниматься какими-то своими делами. Возвращаемся к тому, что, зачем рисовать. Если родителю нужна картинка, ребенок может ее изготовить, на этом все заканчивается. Не важен ни процесс, ни удовольствие, ни вся информация, которая может быть полезна на эту тему. Ну, как бы, сделал, отстали, пошел. Если говорить, делай аккуратней, делай медленнее, ребенку это ни о чем не говорит. то есть зачем делать медленнее, делать аккуратнее, если я и так доделаю. Ну, если ты сделаешь неаккуратно, то тебя не похвалят. То есть, получается, я рисую только для того, чтобы меня похвалили. Ну, тоже так себе работает. То есть, опять же, если проговорить, что ребенок получает в результате рисования, что-нибудь вот из-за того, что я говорила ранее, может, ребенок услышит и скажет, ну, да, действительно. Это раз. И еще есть такой один момент. Родители очень редко обращают внимание, кто-то обращает, но кто-то нет, что результат вот этой материальной, картинка, очень сильно зависит от того, что происходит до занятия. То есть, если ребенок, к примеру, не хотел идти из дома, с трудом добрался до студии, у него было плохое настроение или он плохо себя чувствует, какой бы замечательный педагог не был и как хорошо бы не прошло занятие, результат может быть, к примеру, хуже обычного, потому что до этого была какая-то не очень благоприятная обстановка. То есть, результат занятий иногда зависит все-таки и от родителей, вот просто даже от дороги до студии, с каким настроением ребенок входит в класс. бывает, ребенок зашел, у него поднялось настроение, прекрасный результат, но может быть и иначе. То есть, делать маленькую скидочку на то, что все-таки общее настроение, оно тоже влияет на результат. То есть, вы проговорили, что может влиять на то, что ребенок делает быстрее, зачем он это делает, зачем родители от него это хочут, общее состояние и возможно он плохо владеет материалом, он не понимает зачем делать аккуратней. То есть, это все можно в результате диалога с ребенком узнать и получить. И тоже такой интересный момент, это про контроль. Контроль качества, вот как раз родительские рисования, что должно быть вот так, есть какая-то планка, к примеру, родители считают, что в 5 лет ребенок должен рисовать вот так вот. То есть, я помню себя и я понимаю, что ребенок не дотягивает до того уровня, который у меня был в 4 года. И насколько это важно и зачем это. То есть, потому что родственникам не показать, потому что в соцсетях не похвастаться, то есть, родителю это зачем? И как это можно компенсировать другими видами деятельности, к примеру. У меня была отдельная лекция про детское рисование, и там я как раз говорила о том, что иногда есть дети, которые плохо в 2D рисуют. Ну вот, им графика, живопись вообще никак, зато в трехмерном они расцветают. То есть, это моделирование, это какие-то архитектурные скетчи, скульптура, поделки именно, когда это вот шишки с пластилином, там все прекрасно. На плоскости, ну так, довольно посредственно. То есть, ребенок не нашел свой материал. Если попробовать объем, возможно, там будет лучше. То есть, с одной стороны, родитель задает себе вопрос, почему он хочет это качество от ребенка, а другое может предоставить другой вид какой-то творческой деятельности, в которой ребенок будет чувствовать себя гораздо комфортнее и больше раскроется. То есть, если родители хотят, чтобы какое-то творчество в жизни его присутствовало. Но я вот сейчас понимаю, что, опять же, на своем опыте, что я двумя руками за рисование, но я прекрасно понимаю, что не все дети должны рисовать. не все должны как-то очень хорошо рисовать, чтобы получалась именно качественная картинка, потому что есть очень много, очень много способов самовыразиться как-то, и это не всегда визуальные какие-то проявления. Кто-то выражается словами, кто-то через ритм, для кого-то хватает социализации в спорте, и это нормально. То есть ребенок может не рисовать. Но задача взрослых, которые его окружают, показать, что спектр огромный, творческий, и есть и рисование, и лепка, и пение, и танцы, и чтобы у ребенка была возможность выбрать из того, что есть в доступе, к примеру. Что способов отвлечься и получить удовольствие их много. И творчество, и рисование это только один из вариантов. Иногда он самый, чем мне нравится рисовать, он самый простой. Достать набор карандашей и блокнот гораздо проще, чем сбегать, поиграть в ансамбль. Это можно делать в дороге, это способ какую-то информацию закрепить, и это довольно доступно все-таки. Для этого не нужно каких-то отдельных инструментов, отдельного помещения. К примеру, керамика посложнее тоже возможно, при желании, можно и на кухне лепить, но рисование оно такое доступное, входит в программу доп. образования, в смысле, это достаточно много, поэтому я двумя руками за, но если ребенок не рисует, зная о том, что есть на свете рисование, это нормально, и это не страшно, даже если у него, к примеру, рисующие творческие родители, он просто найдет себя в чем-то другом, ничего страшного, не повод паниковать, возможно, с возрастом придет, не в 4 года, а в 10, к примеру, если у него будет пример рисующих людей вокруг. Так что не переживайте ни за качество, ни за порывы, разговаривайте со своими детьми, можно узнать много нового, и показывайте возможности самовыразиться, отвлечься, вот это все интересно. никто вопросов не написал, только здоровались и махали, так что пишите вопросы под сохраненным эфиром, он у меня остается в ленте, был вопрос про куда пойти, сейчас выбор очень большой, куда пойти онлайн рисовать, есть пост, где я собрала всех кого знаю, и там в комментариях написали очень много куда можно пойти, и опять же такой маленький комментарий к тому, что онлайн рисование, есть мнение, что это развлечение, что это не образование, что это не учит, и вообще исключительно фан, и так далее. Онлайн образование бывает разное, как и педагоги бывают разные, они ставят перед собой разные цели, и главное, что родители и дети тоже ставят перед собой разные цели. Это нормально, не страшно, потому что, к примеру, если это урок, в котором просто учат делать красивую открытку, ну, как бы, если задача сделать открытку, это нормально, просто сделать что-то красивое по схеме, по шаблону, или там, как пользоваться акварелью, как нарисовать котенка, и там дается именно техника. Следующая работа может быть уже с другим референсом, с другой натурой, и просто уже берется исключительно техника. Это образование, да, это образование. Вопрос, как к нему относиться, что из него брать, и как это потом применять после. Потому что, если взять урок, включить его, повторить, и не применять это дальше, то это не выглядит как обучение, потому что как бы этот навык, он не закрепляется. Может, он просто ей не нужен дальше, поэтому оно выглядит именно как развлечение, хотя бы в каждом уроке есть что взять и применить дальше. Поэтому мне очень нравятся отзывы о моих уроках, когда есть кто делает точную копию, а потом делает своё. Есть кто именно по уроку это видно делает, но к примеру не зайчика, а лисичку тоже. есть те, кто у меня это смешанная техника крашеные бумажки, которые вырезаются и собираются в картинку, а кто-то берёт, например, нет возможности сейчас накрасить бумажек, а рисует сразу на бумаге, да, там делает какие-то фактуры самостоятельно, но при этом берёт всю логику как бы сборки этой картинки, в смысле что куда, композиция и персонаж, и это тоже прекрасно, и я прям вижу, как разные ученики используют один и тот же урок в тех условиях, которых у них сейчас есть, и я прям вижу, кто делает примерно по времени так же, а кто-то тратит в два раза больше времени, это более детализированная работа, к примеру, более аккуратная, и это тоже прекрасно, потому что человек себя слышит, что я хочу сделать, прям аккуратненько, а кто-то делает просто для того, чтобы понять, как это вообще работает, и делает такой тестовый образец практически, как и у меня, все очень быстро, то есть слышать себя и понимать, что вы берете от онлайн-образования, потому что сейчас выбор большой, это прекрасно, везде есть пробные уроки практически, можно попробовать и понять, зачем это вам, зачем это вашим детям, и использовать это, потому что чем мне нравится еще расскажу онлайн, это возможность попасть на класс к людям, которым вы географически никогда не попадете, я, к примеру, сейчас вообще не веду оффлайн-занятий, на какой-то регулярной основе, то есть ко мне в принципе невозможно попасть, а так можно посмотреть, как я это делаю и какие-то приемчики подсмотреть и дальше применять в своих работах, так что пользуйтесь онлайн-образованием, главное понимаете, зачем вам это и применяйте какие-то фишечки дальше, чтобы закреплять это, вот, так что почти честно говорила, 45 минут, так что пишите вопросы про материалы, про детей, только с указанием возраста, и можете что-нибудь хорошее подскажу, ссылочку на прошлую лекцию тоже прикреплю, вот, может кому-то будет полезно, так что всем пока! 해 проверяем,